День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Построить фундамент здоровой семьи и укрепить свой иммунитет, взяв достижения науки в свои руки. Вода – это архитектор здоровой и счастливой жизни. Всё это и многое другое в программе «Академия здоровья» на Радио Болтком. Премьера нашей программы. Сегодня мы действительно поговорим о здоровье, о том, с чего начинается день. И, да и, Господи, если взглянуть, копнуть в прошлое, то, конечно, с колодца любая деревня начинается, с студеной водицы, с которой встречают дорогого гостя. Поговорим о воде и о её целебных свойствах. У нас сегодня в гостях эксперт по качеству воды Евгений Данко. Здравствуйте. День добрый. Здравствуйте. Доброе утро. И мы поговорим действительно о том, насколько вода может изменить человека и какая вода. Потому что я знаю, что вот этот интересный прибор, который у нас стоит на столе, если кто-то смотрит нашу трансляцию, видеотрансляции, наверняка слышали, знали о том, что вот есть вода разная. И в том числе действительно есть с позитивным и с отрицательным зарядом. Вот чем они отличаются? Потому что наверняка, ну, многие что-то слышали, но, как говорят, слышал звон, не знаю, где он. Что делает этот прибор, каким образом он меняет воду для того, чтобы и какую главную воду нужно употреблять, если мы начинаем свой рабочий день? Ну, давайте скажем так, вот, если человек с утра улыбается, если у него хорошее настроение, если он бодр, весел, позитивен, вот то, что мы чаще всего называем позитивным зарядом, то, скорее всего, в его рационе присутствует вода как таковая, питьевая. Проблема, наверное, в том, что в последнее время, в последние лет 15-20 у людей ушла традиция, как таковая, пить воду. Помните, вот если взять Ригу, 88-я школа, вот помню, как сейчас, я застал те времена, когда Плявники наш район строился, мы переехали из Пардалгово тогда, а во всех коридорах, на всех этажах были, помните, не просто фонтанчики, вот такие перевернутые экранчики, где текла вода, и гигиенически безопасно, ну, никакой ковид не страшен, потому что ты крана физически не касаешься, ты пьешь саму воду, да? И когда ученики, к примеру, получали возможность на переменах, сколько хочешь, вот жажда мучий, да? Не надо никуда идти, здесь на месте, вышел из класса, попил воды. Идет усвоение материала максимально, мозг самый, в принципе, жадный орган человеческий, до воды, до кислорода. Это понимали академики, профессоры, учителя, медицина. Вы знаете, лет 30 назад ученые, наука доказали, исследовали, и пустили в широкую разработку, ну, вот если взять тот же Panasonic, продают ионизаторы воды, так же, как и мы, мы их просто делаем, что можно безмедикаментозным способом наладить здоровье человека на уровне благополучия, то есть, когда в норме водно-водный, вот этот баланс, да, когда мы не испытываем обезвоживания, то есть, когда наш калий-натриевый насос работает на все 100%, ионизированная вода – это дар природы, то есть, когда мы за свои деньги, ну, в нашей ситуации сейчас, сделав кучу тестов, едем куда-нибудь на источник, ну, где-либо медицинское учреждение, либо монастырь, ну, и в том, и в другом случае бесплатно никто ничего не даст, и поправляем свое здоровье. Кто-то закрывает проблемы с почками, с пищеварительной системой, ну, вы сами знаете эти слова, да, названия Карловы, Вары, Минеральные воды, Боржоми, я думаю, у нас и в Латвии найдутся такие места, где из-под земли течет вода, восстанавливающая организм человека на клеточном уровне, что делает вот тот самый, как вы говорите, заряд. В щелочной воде он минусовой, как в нашей крови, как в крови живого человека, вот когда мы с вами живем, здоровые, вот, в принципе, можно сказать, батарейки жидкие, да, артериальная – минус 100, венозная – минус 7. За счет электричества мы существуем, есть в природе вода в этих источниках, редких, но она есть, которую пьешь и восстанавливаешь здоровье. Почему? Тот самый лишний электрон, он латает мембрану клетки, то, из чего мы все состоим, вот эти вот маленькие, да, маленькие клеточки, наполненные внутриклеточной и межклеточной жидкостью. Вода, она вообще, ну, не просто тонизирующий напиток, от которого нет побочных эффектов, она разжижает кровь, не дает ей сворачиваться, да, поэтому не только при современных вирусных заболеваниях, но и вообще с моего детства всегда доктор, когда выписывал какие-либо пилюльки, таблеточки, что помните, Олег говорил, да? Да, конечно, запиваем водой. Не менее полтора литров. Это тот самый минимум. Рассчитать свою норму потребления воды вы можете сами. Встать на весы, посмотреть, что там показывают, ну, надеюсь, это вас обрадует. Если не обрадовало, если печально, то 30 миллилитров на килограмм собственного веса, питьевой воды, месяц-два, и ваш вес приходит в норму. Это, то есть нужно в день выпивать? В день. Выпивать. 30 миллилитров на килограмм собственного веса. Но любой воды, или всё-таки... Давайте я не буду заниматься рекламой, мы всё-таки не магазин на диване, Нет, но я имею в виду, что любой питьевой. Ну, то есть мы говорим про воду из-под крана, или всё-таки мы говорим про воду, которая каким-то образом нужна... Ну, она не просто... Хотите честно? Честно хотите? В Риге у нас есть две запитки. Одна с Даугова, другая с Балтезерса. Если вам повезло, и вы живёте в том районе города, где вода идёт с Балтезерса, питьевая, высшего качества практически, то покупать французскую, дорогую в бутылках стеклянных вам, ну, не стоит точно. Зря потратите деньги, у вас с крана течёт прекрасная вода. Если трубы старые, ржавые, с советского времени не менялись, ну, поставьте хотя бы механический фильтр, 30 евро, ей-богу, это недорого, да? Если запитка идёт с Далговой, здесь, конечно, немножко похуже, и люди чаще всего воду покупают, но здесь как раз кроется тот самый подводный камень, твёрденькая такая штучка, на которую можно наткнуться нашей лодкой здоровья, да, и продырявить дно. Как это происходит, когда производители... Помните ГОСТы советские? Ну, конечно, там... Помните об ЭХСС и вообще карательные органы, да, когда наказывали очень жёстко, вплоть до тюрьмы, до уголовщины. Сейчас ситуация наоборот. Позволено практически всё. Если мы с вами сделаем, а мы такие анализы делали, очень часто здесь, в Прибалтике, ну, на других радиостанциях, на телестудиях, взять 10 видов воды, просто зайти с закрытыми глазами и купить в магазине, дай бог 3-4 из них будет питьевая. У питьевой воды, у понятия питьевая вода есть свои технические характеристики, описанные в американском ГОСТе, да, то есть в USA, в советском, ну, нет уже Советского Союза, там, в российском, можно сказать, да, есть у государства всегда такая вещь, как забота о своих подданных, о гражданах. Для чего? Для того, чтобы они могли платить, наверное, налоги. Когда они больше всего платят? Когда они здоровые. Да, то есть со здоровых людей можно получить больше. Поэтому, если государство берет на себя контроль за важными областями жизнедеятельности человека, в частности, водоподготовка, люди в этом государстве болеют очень редко. Возьмите Японию. Густонаселенная страна, ну, поверьте мне, вот наша с вами студия, здесь могут жить где-то 6-7 человек японцев, большие, 2 или 3 семьи, да, а не 4 человека, как мы здесь сидим. Они не болеют практически. Почему? Ионизатор воды, ну, тот же самый панасоник, находится в каждой второй-третьей семье. На улицах они стоят везде, эти аппараты по приготовлению, ну, назовем ее так, как в народе живой воды. Почему? Вода вообще помогает организму не только наладить логистику, обмен веществ, это то средство, которое прекрасно вместо пилюлик снимает депрессию, нормализует сон, понимаете, да? Снимает усталость. То есть человек не просто полный сил, он просыпается отдохнувшим, если в свой рацион вводит такой простой и необъяснимый предмет, как питьевая вода. Но вода, опять-таки, я понимаю, что она может приносить пользу, а может и абсолютно не приносить. То есть вот, и мы говорим о воде живой, щелочной, да? В данном случае вот перед вами стоит акватор «Вива», это то, что не просто, а вот с гордостью представляет наш завод, Бурбулюкс, кстати, город Поневеже, вспомните, там, где делали холодильники с Найги, телевизоры шелялись. И вот они, я понимаю, что хитрецы не стали разрушать свое производство. Да. В 88-м году у них открыли завод в Поневеже по производству бытовых ионизаторов воды. Ну, в 91-м, как и вся страна, немножко все пошло не туда, я имею в виду с производством, но в 95-м литовцы возобновили, то есть, эту работу, возобновили это производство, и до сих пор производят приборы. Вот этот занял первое место в Амстердаме в 2019-м году, можете загуглить, «Акватэч», то есть, где более 300 производителей из всего мира мы заняли первое место. Почему? При всей красоте, инновационность в чем, да, пользоваться может любой человек. от 5 до 95 лет, соответственно. Нет никаких сложностей, все делается буквально одним пальчиком, цветной экран, четыре кнопки, но самое главное, что готовит он не просто ту самую живую воду, настоящую, апробированную, он делает еще огромный спектр, кроме живой, это и кислотная, аналит, тот самый биоцит, который работает прекрасно с вирусами, грибками, бактериями, просто в увлажнитель воздуха наливаете кислотную воду, вот у вас испарение идет, и даже если зашел человек, у кого ПЦР-тест положительный, вам ничего не грозит, почему? Так у вас дезинфекция происходит, та, от которой вашим клеткам вреда нет. Пример очень простой, я люблю этих людей, которые заходят в наш магазин, кстати, запишите телефон, тема очень интересная, линия у нас горячая есть, 6-222-22-44, 6-222-22-44, если возникают вопросы, набирайте, звоните, наш специалист там дежурит. Так вот, заходит человек в магазин, говорит, ну вот я не верю, вот никогда я ничего не слышал про резервную воду, а сам вот хрипит, сопли, как бы кашля, чувствуется горло обложенное, все очень просто, даешь ему вот стакан кислотной воды, аналит по H2, H4, готовится, ну, 8-9 минут в этом приборе, сходите, пожалуйста, в уборную, через 3 минуты выходит человек, у которого только один вопрос, а сколько стоит и как ее приготовить? Вопросов больше нет, почему? Потому что эффект очень простой, горло, отек спадает, да, человек начинает дышать полной грудью, и, в принципе, если вы такие полоскания 3-4 раза в день делаете, 2-3 дня, и не только симптоматика, но и причина заболевания, все. В современных условиях я проверил на себе, той же короной я переболел в ноябре прошлого года, да, то есть, когда чувствую, вот начало тяжело дышать, аналит, внебулазер, по старым нашим советским, грубо говоря, рекомендациям, он как телят от, собственно говоря, туберкулеза лечили, проверяли, да, так я тоже самое повторил, ну, вот сборник рецептур, у нас в комплекте с собой, идет с каждым прибором, ингаляции, тем самым аналитом, результат, как и при полоскании, в первые 3-5 минут, то есть, наступает облегчение, и ты начинаешь дышать полной грудью, то есть, здесь мы говорим про то, что в наше время, если вы еще и посеребрите воду, а, заметьте, здесь можно посеребрить, вообще вирусы живут миллионы лет, за миллионы лет резистентности к серебру, они не выработали, если у вас в руках находится прибор, который в состоянии сделать не только коллоидное серебро, высочайшего качества, как в аптеке, да, но и посеребрить слегка питьевую воду, вот та самая профилактика, когда никого не надо заставлять, при вот этих минимальных дозах серебра, она становится вкуснее, водичка, ее вкусно пить, вот почему люди начинают пить активно щелочную воду, она вкусная, когда немножко серебрят, она еще вкуснее. Ну, если какой-то сладкий, да? Да, сладковатый чуть-чуть вкус, и получается как, вот ваши серебряные человечки, они уже у вас внутри, то есть, ионы серебра, они проникают через мембрану клетки, наши ферментативные системы никакого вреда не несут, а если встречается вирус, грибу, к примеру, бактерия, проникая через мембрану, блокируют ферментативную систему, и все, резистентности, повторю, у вируса, в частности, за миллионы лет не выработалось, ну, если вот сравнить с антибиотиками, да, серебро используется в наше время лор, кабинеты, ожоговые центры, там, где требуется быстрейшее заживление, регенерация, и фактически отсутствие воспалений, то есть, процентов 70, гарантирую, проверив на себе, если вы такую воду пьете, вы не болеете вообще, от слова совсем. А вот если обратиться к женской аудитории, потому что наверняка многих заинтересует употребление в косметических целях. Но если вы пьете воду, у вас и так, в принципе, все хорошо, вам не нужна ни дорогая, ни дешевая, никакая косметика, кожа гладкая, без морщин. Это свидетельствует о том, что человек, в принципе, да, употребляет эту воду. Это технический, как бы, момент, как с автомобилем. Если вы заливаете вовремя бензин, масло, заезжаете на ТО, на вашей машине можно ездить долго. Даже если ее сделали китайцы, грубо говоря, да, и срок ее, это мне больше гарантии. Как относиться? Вот к себе, если относиться так же, как иногда мы относимся к вещам, купленным за деньги, временным, то, в принципе, я поддерживаю Щепинина, который из Оксфорда говорит, что современные люди при наших технологиях могут жить, в принципе, до 120 лет и довольно счастливо. Если у нас уже, я смотрю, времени не так много остается, если мы говорим конкретно в этом приборе, Акватор. Сложно ли им пользоваться? Что нужно сделать для того, чтобы приготовить эту воду? И каким образом дальше пить ее? Сколько, в каком количестве? Можно ли ее носить с собой в каких-то емкостях? Сколько она сохраняет свои позитивные свойства? По своему примеру могу сказать, что пользоваться им очень легко. Готовит он воду эти 3 литра минуты за 3. Вопросов, конечно, очень много, поэтому запишите еще раз номер. Он в последнюю минуту, я думаю, вам еще пригодится, 6-222-22-44, 6-222-22-44. Сохраняет свойства ионизированная щелочная, живая, до 12 часов. То есть, то, что вот с утра сделали, до вечера вы спокойно выпиваете, это очень просто сделать, ее вкусно пить. Результат, ну, как технолог пищевой промышленности и шеф-повар, в принципе, не доверяющий никому, все через анализы, да, все через проверку. Могу сказать по собственному примеру. Любая проблема с пищеварением, будь то у человека запоры, жидкий стул, ну, понимаете, люди страдают, мучаются, бывают целую жизнь и не могут решить. Две недели, неважно, приехали вы в санаторий, либо у вас дома, в офисе, а у вас будет возможность, я думаю, всей радиостанции проверить, потому что этот прибор конкретно 1 сентября, День знаний, я знаю, вчера был праздник, Олег, поздравляю, это вам всем, дорогие мои, всем, вы все будете пить эту воду и все здесь будете, ну, процентов на 70 точно, абсолютно здоровые, не заболеете. Это такой, как бы, социальный эксперимент, который мы проводим во всех городах, во всех странах, где продается наша продукция, а стран уже более 40, то есть завод работает последние 30 лет. Прибор в использовании настолько прост, что моя дочка, начиная где-то с 3-4 лет, сама прекрасно, абсолютно спокойно эту воду готовит, готовит даже моя бабушка, простите, 91-й год, деду 94-й, вот в Великих Луках живут, третий год эту воду пьют, да, то есть не сразу это все у них случилось, но когда мы с дедушкой приехали в этом году в Вятку, ну, такая деревня Тужа, маленький такой, как деревня-городок, единственное, что могли сказать его родственники, говорят, как так твоему брату 84, тебе 94, ты выглядишь на лет 30 моложе, как так, как такое может быть, я говорю, ну, посмотрите фотографии, говорят, так мы помним лет 5 назад, ну, так лицо, как печеная картошка, сейчас у 90-летнего человека лицо разглаженное, без морщин, светлое, понимаете разницу, да, то есть даже в довольно запущенных случаях, но если взять вот конкретно меня и не потрогать своих родственников, можно изменить качество жизни, то есть со второй группы инвалидности, после некротического панкреатита, когда ты живешь на мепрозоле, на креоне, на тромодоле, кушаешь это горстями, далеко от страдания больницы, не отъезжаешь, потому что, не дай бог, почечные колики очень больно, только там помогут, систему поставят, за полтора года, заметьте, без рекламы, не за полтора дня и не за неделю, я полностью избавился от своей фармакологической зависимости, вылечить наследственное заболевание, густая жирная кровь, бабушкин концлагерь, села спил с такой эхо войны, отозвался во мне и в моих детях, и я не могу, вода не лекарство, но качество жизни, разжижает кровь, помните, я сказал в начале программы, насыщает ее кислородом, то есть выводит продукты распада и делает нашу жизнь вот на том самом уровне благополучия, как у тех же самых японцев, где эти приборы стоят практически в каждой семье, у кого нет в семье, не могут позволить себе купить, ну, я понимаю, цена достаточно велика, 439 евро все-таки, но сегодня у нас день праздничный, сегодня не просто день знаний на радио Болтком, сегодня тот самый день, когда вы все можете сделать вот этот шаг, один маленький шажок, на пути, который приведет вас достаточно быстро, поверьте моему опыту, в ту самую здоровую, счастливую жизнь, без болезней, без боли, без страданий, сегодня скидка в честь такого события, знаменательного, когда сам завод пришел и открылся ЦСУ-15, адрес нашего магазина, в Риге туда любой человек может прийти, попробовать, да, то есть не просто посмотреть, пощупать, попробовать эту воду на вкус, убедиться в том, как это работает, и сегодня, если вы позвоните по номеру 6-222-2244, вы получите скидку 60 евро, это подарок наш, достаточно серьезная цена, 379 евро будет цена для вас, при оформлении на сайте, есть сайт, где подробно также все описано, акватор.лв, акватор.лв, если оформите покупку на сайте, опять же, все банки там представлены, полная банковская гарантия, для вас будет еще один специальный подарок, комплект мембран, на ближайший год, ну, в комплекте идут, будет еще один, стоимостью 29 евро, я считаю, более чем материальный такой стимул есть, для того, чтобы хотя бы просто набрать номер, позвонить, я смотрю, звонки пошли, ваши все звонки фиксируются, даже если телефонный номер занят, вам перезвонят, не беспокойтесь, да, 6-222-22-44, почему я это говорю, это сработало с моей семьей. ЦСУ-15, адрес магазина, акватор.лв, Евгений Данко сегодня с нами в студии, эксперт по качеству воды, спасибо большое. Спасибо, и я хочу, чтобы вы были все здоровы, до свидания. Слушайте радио Болтком.